общение это удовольствие это ответы и новые загадки это гармония и счастье это любовь и дружба и обещание новой встречи мир это то чем являешься ты сам программа искусство интервью каждый будний день в 7 05 и 19 05 на телеканале музлаев казахстанская медиа академия общается с интересными людьми всем привет с вами айда росса и программа искусство интервью говорят если вы влюблены то все вам кажется прекрасно но я вам скажу если вы по настоящему любите то нет ничего прекраснее чем ваша любовь айда росса выпускница и резидент казахстанской медиа академии проходит стажировку на телеканале ктк увлекается плаванием и танцами студентка ю айби сегодня у меня в гостях продюсер журналист актриса и просто хорошая мама мира добрымина мира добрымина актриса журналист телеканала ктк позитивный и добрый человек мир и спасибо большое что сегодня уделили мне свое время и внимание на самом деле а для меня а журналисты с ктк это наверное самые профессиональные люди начнем сначала вы журналист актриса это была мечта с детства или вы постепенно к этому пришли профессия журналиста я надо любить в первую очередь я люблю писать я люблю излагать свою мысль не только в речи но и собственно листе конечно был такой опыт и я безмерно благодарна в первую очередь ему потому что на телевидении я с 13 лет поэтому конечно я с детства знала что буду журналистом в первую очередь но если брать актерскую сторону это тоже было во мне опять-таки с детства потому что всевозможные наряды мамы там туфли и то есть я ставила какие-то постановки какие-то спектакли потом пошла череда вот этих вот мыльных опер типа богатые тоже плачут или просто мария и я прибегала со школы вот и я накрывала стол значит там два прибора обязательно и вот я начинаю играть в театр одного актера понимаете хосе как ты считаешь а может быть сегодня мария там тут перебега на другую сторону начиная да конечно мария я считаю что твое творчество на то при к и то есть вот это вот она была с детства я не понимала откуда это идет то есть мне этого хотелось я в это играла мне доставляла удовольствие потом когда родители значит прихнул папа на обед забегал у нас кухня как-то странно была расположена нашей родительской квартире и папа потихонечку открывал дверь потому что знать что дочка там опять что-то творит и так вот заглядывает а это на 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 то есть сама с собой там играю в общем какой-то момент конечно мама переживала она думала что немножко дурочка как может ребенок в наличии до в наличии стольких друзей там сам собой играет разговаривать это творческая жилка я сейчас уже конечно будучи взрослой женщиной мама двоих детей я уже сейчас понимаю потому что вот такие наклонности замечаю своего ребенка у своей дочери то есть если человек он творческий ему невозможно это все скрыть понимаете это в любом случае откуда то вылезет конечно если ребенка с детства не тюкают если как бы его там не гать нельзя или там ты что-то там дурочка или что-то если они тебе дают размах если они это поощряют еще особенно тебя ставят на стульчик и я вот это вот понимаете то конечно она в рано или поздно взорвется и вылезет когда нибудь вот примерно во что во что собственно и вылилось знаете я достаточно таки долго вас знаю не потому что там мне сказали нужно провести я вас видела в наркозе сериале а это было давно но я оттуда помню потом я снималась на было дело и тоже вас там увидела но вот больше всего меня поразило то что ваша актерская игра уже а переросла во что-то больше 2 2 большие картины которые которые выйдут в марте класса стар и си си тай где вы себя лучше ощущали поваром или класса стар это абсолютно две разные роли абсолютно два разных фильма естественно да поэтому в си си тай я играла роль повара я себя считаю и чувствую себя очень комфортно потому что я по сути по жизни я повар любая женщина на повар там понимаете роль повара заключался в си си тай как раз таки не просто готовить что-то а мы там танцевали потому что это все таки в первую очередь мюзикл и поэтому собственно роль повара в стерео в полнометре мюзикле си си тай она была такая потешная такая веселая мы там танцевали кружили вот что касательно класса стар у меня там одна из основных ролей я одноклассница мадина собственно но съемки были конечно безумно интересный безумно веселый а вы через кастинг проходите или у вас уже там есть свои знакомые давайте об этом но вы знаете знакомые если не везде соответственно собственно ребята звонят комедит мир есть роль приходи на пробы естественно только через пробы естественно не бывает такого чтобы например я позвонил и говорю слушай приезжай ко мне ты уже будешь сниматься я тебе утверждаю не бывает такого поэтому естественно как бы в начале моей карьеры актерской естественно как бы это были кастинг для многих девушек любовь измеряется в машинах в богатстве да там в бесконечном внимании что для вас любовь любовь это же такое огромное значение вот в этом слове вы себе даже не представляете дай бог каждому каждому испытать это чувство когда ты каждый день можешь сказать своему любимому я тебя люблю я тебя люблю маме папе брату свату ребенку да вот что такое любовь любовь это когда ты переживаешь за этого человека когда ты волнуешься когда он уехал ты переживаешь отъехали он домой да то есть ты любишь этого человека ты переживаешь за него любовь это за это ты туда вкладываешь очень многое было дело теперь а было дело а такой большой проектatyка рейтинга вы конечно же вообще откуда берете все истории насколько знаю они правдилы и настоящие с чистой жизни. Работа тяжёлая, а не женская, я видела. Как справляетесь? Вообще начнём с того, что я всегда говорила и говорю, что телевидение это моя душа. Кино — это моё сердце. То есть душа без сердца жить не может, и сердце без души тоже. То есть это всё в человеке, который совмещает абсолютно две разные категории, весовые даже, будем говорить, да, это абсолютно два разных жанра. Казалось бы, телевидение, где ты снимаешь программы, они могут быть студийные, где ты интервьюируешь человека, да, журналистика. В целом это то, на что я училась в Казгу. И кино, да, это там, где ты снимаешь, где ты имеешь возможность раскрепоститься, где ты имеешь возможность в общем примерять на себя много разных образов, перевоплощаться с одного образа в другой образ, где-то ты можешь быть стервой, где-то можешь быть мамой. В общем, ну, вот это моя, это вот моя душа, понимаете, там, где ты можешь развернуться и завернуться. Я, например, не новостищик. Как журналист я не новостищик. То есть у меня был такой опыт, когда я была студенткой, заканчивала, у меня и практика была на информбюро, кстати, на 31-м канале, я побегала, я брала интервью, искала новости, но я понимаю, что это не моё. Это не моё переживать новость один день. То есть тему дали, пошла, сняла, там, проинтервьюировала, написала, выдала в эфир и забыла. Но совершенно у тебя другая тема. Я нет. Я, наверное, скорее всего, человек, которому нужно, чтобы эта история посидела здесь, немножко пригрелась, обжить её, проживать и потом выдать вкусненько. Вот, наверное, я, ну, не наверное, а я больше программщик, конечно. Поиграть в игру. Вот, изначально вы сказали то, что вы не видите прям себя только вау-актрисы. Я, здесь у меня есть несколько актёров. Сейчас вы будете по одному вытаскивать. И будете говорить, в каком фильме вы бы хотели с ним сняться. И я буду говорить, то есть я вас вижу на эту роль или нет. О, боже! Ну, конечно, это Брэд Питт, один из моих тоже любимых актёров. Конечно, Брэд Питт, я его обожаю. Конечно, я с ним хотела бы сыграть. Что ты? Так, следующее. Это Дмитрий Нагиев, естественно. Но, то есть, тоже у него есть какая-то своя фишка. Он такой неповторимый актёр, на самом деле. Мне он очень нравится, я его прям люблю. Так, ну-о-о, начальник ОМА. Это мой коллега, между прочим. Я к тому, что он комедийный персонаж. Вот я про что. Он тоже работает на то, чтобы рассмешить людей. Вот, поэтому с Мишей бы я, кстати, с ним бы я прям сыграла бы в фильме. Джонни Депп, конечно, он для меня такой загадочный очень актёр. Конечно, я его знаю. Собственно, вы собрали это самых таких звёздных, топовых актёров. Я его, конечно, знаю, я его уважаю как актёра, потому что он безумно талантливый, безумно талантливый. Но сказать, что я питаю к нему любовь, как, например, Диме, нет. Поэтому, ну, сори, ты классный чувак, ты красивый, ну, для кого-то красивый, для меня так. Ну, как бы, ну, он классный, он профи. Вот, ну, это тоже, собственно, такое вот родное, душевное. Это такой безруков Сергей, естественно, легендарный сериал, да, «Бригада», после которого, собственно, его все, да, которые все его, собственно, и узнали, и зауважали. Он играл Есенина, очень круто. Вообще, я люблю его творчество. То есть, это тот человек, тот актёр, который имеет возможность тебя схватить за жабры и только в конце выпустить. Пойдём. Следующая картинка. Да, следующая картинка. Ну, это Толкель Муслим, которого я тоже очень ценю, уважаю. Мне довелось с ним поработать. Но я на той площадке была не как актриса, а как второй режиссёр. Ну, он такой прям Джеймс Бонд, такой нашего кино, да, казахского кино. Ну, я думаю, что это не проблема. Мы с ним когда-нибудь, да, будем на одной площадке Толкель, да. Тоже очень люблю, ценю, уважаю как актёра. Ну, он где-то немножко я. Или я немножко, где-то он, да, то есть Шнуров. Ну, он мне нравится. Он мне нравится своей необычностью, своей индивидуальностью. С кем бы я хотела посотрудничать из них, да, кладя руку на сердце, могу откровенно сказать, что со всеми. Да, вот прям со всеми. Ну, конечно, вот эти два персонажа, ну, может быть, кроме него даже. Есть вот понятие, когда вот тянет, хочется поработать, какое-то вот тепло, да. А говорят, что женская профессия, как вы считаете, это женская профессия или нет? Не бывает такого понятия, женская профессия или мужская. Нет, конечно, она есть. Я ничего не говорю, потому что, например, профессия шахтёр, она сугубо мужская профессия, да. Кто-то говорит, что профессия повара – это исключительно женская. Ничего подобного. Лучшие повара мира – это мужчины. То же самое журналисты. Кто говорит о том, что женщина не может, например, поехать в Африку, да, там, снять какой-нибудь репортаж. Кто не говорит о том, что женщина не сможет написать хороший, красивый текст. Кто говорит о том, что женщина не может интервьюировать красиво, грамотно и правильно. Профессия журналиста, она такая унисекс. Она и мужская, и женская, однозначно. Однозначно. Есть клуб юных журналистов, где малыши в возрасте 12-13 лет, они делают такие сюжеты. Я, собственно, сама с этого начинала. С 13 лет я работала, начинала с программы «Белый парус», это в городе Толокруган. И вот оттуда пошло это все. Поэтому журналисты – это вот прям вообще даже не слушают таких людей, которые так говорят. Нет, это и мужская, и женская профессия. А что для вас на сегодняшний день самое главное? Вообще я по знаку зодиака – рак. И для раков раки – они очень семейные люди. И, естественно, как бы я семейный человек, несмотря на то, что у меня безумный график, я спешу домой, спешу к своим родным, приготовить что-нибудь вкусненькое, уделить им время, погулять с детками, побыть с супругом, сходить в кино, где-то придумать романтик. Потому что у меня муж, он немножко романтик, какие-то вещи безумные придумываю, я вас на маму поддерживаю. Он это реализует, будем так говорить. Вот, поэтому для меня, конечно, в первую очередь это моя семья. Однозначно, однозначно. Я думаю, что ты не задашь этот вопрос, что там семья либо карьера, потому что это вопрос, наверное, на который я все-таки, да, не знаю еще ответа, потому что я говорю, что там, где душа и сердце, это в смысле вот работа, профессия, в которой ты работаешь, порой бывает по 18 часов, и ты коллег видишь дольше, чем свою семью, то это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому я, ну, естественно, как бы, что, кто бы мне что ни сказал, то есть я не могу уехать на три месяца куда-либо в командировку. Если, например, это будет какой-то контракт, мы уже об этом говорили с моим продюсером, да, ну, какой-нибудь сериал, да, вот, то это будет, наверное, все-таки с учетом переезда всей моей семьи, либо это как-то будет вот прям вот, либо это будет для недорого, я, наверное, так скажу, потому что это бесконечный перелет, потому что я без семьи никак, никак, конечно. Конечно. Что бы вы пожелали себе, 16-летней? Ой, 16-летней. Во-первых, друзья мои, во-первых, я благодарна каждому из вас, зрителям, за то, что есть, конечно, разные лагеря, кому-то, например, нравится мой персонаж, мой образ, вообще я как личность, да, кому-то не нравлюсь, это судьбой личное мнение каждого из вас, и каждое мнение для меня очень дорого. Поэтому, в первую очередь, я бы хотела бы, наверное, телезрителям пожелать удачи, любви, сердце, понимания, наверное, да, где-то, может быть, отнестись к нам, людям творческим, немножко с пониманием сказать, что-то здесь она плохо сыграла, наверное, у нее день не задался примерно, бывает такое. Ведь мы тоже люди, ведь мы тоже обыватели, ведь мы тоже такие же обычные люди, которые ходят в супермаркеты за продуктами, ходят в обуви, в бейсболке, да, там, то есть мы не всегда при макияже, мы не всегда с ресницами наклеенными, да, там, при параде, в белых сорочках. Мы бываем в джинсах и, собственно, там, в кроссовках гуляем по базарам, вот, поэтому хочется пожелать каждому из вас здоровья, любви, понимания, любви друг к другу, ну и немножечко ко мне, да, друг к другу, ну и немножечко ко мне. Вот, ну и себе, конечно, здоровье, здоровье, все это унести, всю эту ношу в плане работы, карьеры, не опускать руки, слава богу, как бы я сама себя периодически вытаскиваю за шкварник, такая подыхка, все, пошло, Робаков, есть такое. Я вот недавно заболела, буквально дня три тому назад, у меня было какое-то ощущение по теме приступ, мне прям было безумно плохо, безумно. У меня муж вызвал скорую помощь, я выпила какую-то обезболивающую таблетку, а я понимаю, что у меня здесь работа, у меня сценарий горит, и мне это полегчало, такая, так, где мой компьютер, дети на меня смотрят, что с ума сошла, все, со мной все хорошо, я не умею болеть больше двух часов, больше дня, поэтому, собственно, пусть будет лучше так. Так, я на пенсии полечусь, на пенсии там, поразъезжаюсь по странам. Классно, спасибо большое, что вы сегодня там уделили время, для меня это прям, я не знаю, ты как подарок, сегодня сегодня с вами пообщался, вы так открылись мне. Сегодня у нас в гостях была продюсер, журналист, актриса и просто красивая, хорошая, добрая женщина, Амира Добрынина, и я, Аида Росса, в программе «Искусство интервью». Счастья не за горами, до скорых встреч! Счастья не за горами, до скорых встреч! В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале Музлайф.